Доброго времени суток Зачем существует безответная любовь или влюбленность? Я постараюсь ответить на ваш вопрос, но давайте сначала обозначимся по поводу терминов. Что значит вообще влюбленность? Влюбленность — это состояние, не всегда связанное с любовью. Это некий фундамент, который выкапывается под будущее большое здание любви. Это здание на месте фундамента может совершенно не построиться. А для того, чтобы вырыть этот фундамент, нужно будет приложить еще максимум различных усилий для того, чтобы только заложить этот фундамент. Но влюбленность или чувственная любовь, которая в греческом языке могла обозначаться таким термином, как эрос, это действительно высокое эмоциональное состояние, возникающее между мужчиной и женщиной. Зачастую именно, наверное, об этом данный вопрос. И влюбленность мы, конечно, часто употребляем этот термин в отношении, отношении между юношей и девушкой. Хорошее ли это чувство? Это реалистичное чувство. Оно является неким таким стартом для начала отношений. Когда один человек, увидев другого человека или пообщавшись с другим человеком, может сказать, этот человек мне очень нравится. И дальше, с течением времени, испытывать это состояние, испытывать это чувство. С течением времени это чувство отойдет, и будет строиться что-то новое, более глубокое. Основания будут положены совершенно иного порядка. Да, чувства нужны, и влюбленность нужна. И, может быть, на протяжении даже семейной жизни вы будете скучать и искать этой влюбленности. Но здесь речь идет о зачем же существует безответная любовь или влюбленность. Как уже было сказано, влюбленность — это старт. И если на старте ты понимаешь, что твой любимый человек или человек, которого ты выбрал, не готов с тобой вместе бежать эту дистанцию, не готов с тобой вместе рыть этот котлован, то на этом этапе очень легко все остановить. Еще пока не проросли эти серьезные корни ваших чувств, и вас еще не связывают там общие дети, общие отношения, общие скорби, радости, общие праздники, общие родственники и так далее и тому подобное, которые стали общие в процессе создания семьи. И поэтому разрыв этих отношений менее болезнен, нежели тогда, когда приходится рвать гораздо большее количество связей. Любовь — это взаимное, свободное выражение чувств, взаимное, свободное служение друг другу, ответственность. И влюбленность — это тоже очень свободное чувство. Бывает, что логических объяснений, почему любовь оказалась безответной, с той стороны не существует. Просто нет их. И она существует для того, чтобы мы понимали это, для того, чтобы мы принимали отсутствие чувств с обратной стороны, умели это принять, умели это пройти, умели это заметить и пойти дальше. Некоторые же люди портят себе свою жизнь тем, что остаются в этом состоянии жертвы, в этом состоянии безответной любви на протяжении многих лет. Говорят о том, что они однолюбые, и больше никого такого они не встретят в этой жизни. Портят себе жизнь и винят во всех грехах объекта своей влюбленности или своей любви. На самом же деле, просто привыкнув к этому состоянию, к этому состоянию обиженного человека. Это состояние пассивное, это состояние очень деструктивное. Оно ведет к унынию, депрессии, оно ведет к состоянию уязвленного тщеславия и уязвленной гордости. Но если бы не было этого инструмента, этого прибора, как безответная любовь или безответная влюбленность, как вы описали в своем вопросе, тогда не было бы возможности это определить, не было бы возможности это пройти, прожить, научиться. Поэтому она и существует. Это некое следствие того, что каждый из нас свободен не только в своих делах, мыслях, словах, но и чувствах. Храни вас всех Господь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.